Христос воскрес! И это была очень благословенная поездка. Я помню, мы собирались возле Секир-горы, у подножия которых находится кладбище для заключенных. Там расстреляны тысячи невинных жертв политических репрессий, среди которых было очень много христиан. И мы там пели песню «Пустыни греховной земной, где неправды гнетущий обман, я к отчизне иду неземной по кровавым следам христиан». Вот там, друзья, где земля пропитана кровью, по-другому пелись эти песни. И с некоторыми из вас... Кто был в наших соловецких поездках? Поднимите руку. Вот я вижу тут десяток рук, слава Богу. Друзья, я хотел бы предложить вам для размышления тему об искуплении. Это одна из доктрин, одна из основ... Эта тема относится к основам нашей веры, нашего вероучения. И я хотел бы предложить размышление об этой теме искупления. Первое послание Соборная апостола Петра, первая глава, с 18 стиха. Первое Петра, первая глава, с 18 стиха. Кто пришел в наше собрание с Библией, можно... Мы сегодня будем много текстов читать по этой теме, можно следить по тексту. Зная, что не тленом, серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного, чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. «Искуплены драгоценной кровью Христа». Для чего или от чего мы искуплены? Мы искуплены от суетной жизни, мы искуплены от страха смерти, мы искуплены от грехов, и что нам дает искупление? Нам дает искупление усыновление, если сыны, то и наследники, оправдание перед Богом. И вот я хотел бы эту тему, друзья, немножко в практическое русло, чтобы мы понимали, что нам дает искупление. Вот когда апостол Петр писал эти слова, его современники понимали смысл слова «искупление». Вот был рынок рабов, и у каждого раба была своя цена. Кто посильнее раб, если посильнее, помоложе, у него был больший ценник, если это рабыня, женщина, девушка, старушка, там был меньший ценник. И вот приходит, мог быть такой момент, когда на рынке рабов искупали человека, отпускали его на свободу. Просто я тебе даю свободу, я покупаю тебя и отпускаю, ты свободен. Ну, это было редко. Потом в России было крепостное право, были редкие такие благодетели, которые могли тоже выкупить крестьянина из крепостного права, заплатить за него цену господину, хозяину и отпустить его на свободу. И мы читаем о том, что мы искуплены, за нас заплачена цена. И тот, кто за нас заплатил, он хозяин теперь наш. Удивительно, что вот имя Бога Искупителя знал Иов. И он сказал такие слова, Искупитель мой жив. Вот тему искупления уже понимал Иов. Понимаете, это удивительное пророческое слово. Он смотрел вдаль веков, он видел Иисуса Христа Искупителя и верою говорил о том, что Искупитель мой жив. Он говорил о том, что я уйду в преисподние места земли, но ты не оставишь души моей в ваде. Ты когда-то искупишь души праведников и выведешь их из преисподней, ныне же будешь со мною в раю. Это, знаете, вот взгляд веры вдаль веков и вдаль тысячелетий. Иов смотрел в будущее и Бога называл своим Искупителем. Это удивительное дело. Мы сегодня Христа называем Искупителем, когда смотрим уже на его совершившуюся жертву на Голговском кресте в прошлое, а Иов смотрел в будущее. Мне вопрос такой, а Бог Искупитель нашего духа или тело тоже? Что Бог Искупил? Вот вы себя чувствуете искупленные. Мы говорим, искупленные дети Божьи. Наши тела тоже искупленные или только дух искупленный? Душа искуплена, тела наши. Как насчет наших тел? Это очень интересный вопрос. Как раз я сегодня хотел бы на эту тему обратить внимание. Дело в том, что была такая теория о том, что рожденный свыше не грешит, а это означает, что дух искупленный не грешит, а тело, оно грешит, и мы не несем ответственность за наше смертное тело, за нашу плоть и кровь, которая не наследует Царство Божие. Это тело грешит, а дух не грешит. Ну, при чем тут я? Ну, если тело грешит, блудит, ну, мало ли что, это тело, оно все равно греховное, оно смертное. Поэтому рожденный свыше не грешит, мы не отвечаем за то, что делает наше тело. Там всякое, там, законы греха и смерти, а в духе нашем закон духа жизни. Дух наш искуплен, он не грешит. А тело... И вот, друзья, Писание учит, что наше... Писание говорит, не обманывайтесь, братья, не обманывайтесь. Если вы практикуете что-то из этого списка, и там переводится список из десяти грехов, блуд, нечистота, любостяжание, долопоклонство, прелюбодеяние и так далее, поступающие так, Царство Божие не наследует. Вы несете ответственность за все грехи, сделанные в ваших телах. Не обманывайтесь, не создавайте себе ложного богословия, которого в Библии не существует. Друзья, Бог искупил наш дух, душу и тело. И все грехи, они рождаются сначала в мыслях, потом полюбилось сердцем, глаза увидели, сердце полюбило, мысль появилась, этот человеку полюбилось, и ноги побежали, руки взяли, и человек делает... То есть в грех увлекается все, и душа, и дух, и тело. И Писание говорит так, что, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не только дух и душа, и тела наши, друзья, к телу нашему должно быть такое же отношение, что оно искупленное, оно нам не принадлежит. Тут наше тело, это не наше, но за него заплачена цена, все, мы куплены. Мы как те рабы, за которых цена заплачена. Мы были, мы не в силах были оплатить тот долг, мы проданы были греху, мы обречены, мы никогда... У нас сейчас интересная история была в России. Одна семья, многодетная, за долги, за то, что не могли перед... оплатить ипотеку, их выбросили из семьи, из квартиры, их просто за то, что они не могли банку выплатить ипотеку, их просто выбросили многодетная семья, шесть детей. И нашелся какой-то богатый олигарх, узнал об этой семье, заплатил все долги, заплатил все, что они должны были банку на 10 лет вперед, и опять их заселил в эту квартиру. То есть искупитель, да? Он оплатил все долги. Друзья, мы были вот в таком положении, когда мы никогда бы не смогли бы выкупить свою душу из ада. Никакой ценой. Пришел искупитель, Господь Иисус Христос. Он заплатил за мою душу, за мое спасение, за мое вечное спасение. Цена своего крови была заплачена. И теперь не только дух и душа, но тело, я, вся моя личность, все это принадлежит кому? Искупителю. Я искуплен. И Писание говорит, не только в духе служите Богу, в телах ваших служите Богу. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости досохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Дальше. Я бы хотел обратить внимание на пять практических истин, которые следуют из доктрины искупления. И все эти пять истин относятся к нашим искупленным телам. Первое. Искупленные тела наши являются храмом Духа Святого. И кто разорит этот храм, того покоряет Бог. Написано 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Это очень важный текст. Откройте, пожалуйста, если вы пришли с Библии. 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. 1 Коринфянам, 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». Вы видите, доктрина искупления тела, на что распространяется. Ваши тела куплены, поэтому ваши тела храм Духа Святого. Вы не имеете права за своим телом поступать произвольно. Ваши тела – это не ваши тела. Вы должны спросить разрешение у искупителя, можно ли мне со своим телом поступать так, как я хочу. Это не ваша собственность, ваше тело. Поэтому ведите себя как искупленный, не разоряйте этот храм, заботитесь о здоровье, здоровом образе жизни, питание, сон. Искупленный призванный заботиться о храме тела своего. Не употребляйтесь спиртных напитков, вино, пиво, крепкое кофе, чефир, не знаю, что еще. Знаете, у нас в цыганском таборе, вот есть у нас в Закарпатье большая церковь, у нас самая большая церковь в братстве – это цыганская церковь. 1100 членов и 1200 детей и человек 600 молодежи там. Вы знаете, они не пьют кофе, они едят кофе ложками. Такую кофейную гущу делают, там в кофе ложка стоит, вот такая в гуще. И они вот так вот ложками раз и, знаете, как говорится, балдеют, кайф ловят такое, знаешь, сердце от этого кофе садится у них. Ну, они так вот привыкли. Ну, такая доза, от которой, ну, действительно, они почему живут короткая жизнь? 50 лет. Редко кто живет больше, чем 50 лет, потому что у всех больное сердце, да? От такой дозы кофе, которую они пьют крепко, не пьют, а едят его, по сути. Это как кофейная гуща. И вот когда они покаялись, когда они покаялись, стали членами церкви, пресс-фитер решил навести порядок. Храм, братья цыгане, храм нельзя разорять. В нашей церкви запрещается пить кофе. С сегодняшнего дня всем цыганам запрещается пить кофе. Кто нарушит, отлучаем от церкви. Вы разоряете храм, вы разрушаете свое здоровье, сердце свое. Приняли на членском собрании решение, через неделю, и начинается воскресный день, говорят, дорогие братья и сестры цыгане, кто за ту неделю пил кофе? Встаньте. Встали 20 человек. Так, отлучены. Все 20 отлучены. Через неделю они покаялись, опять их приняли. И так вот отучили цыган разрушать свой храм. Разручили. Вы знаете, это очень хорошо. Ну, как бы там по-цыгански немножко методы такие, более цыганские. Но это же правильное направление. Не разрушай свой храм. Кто тебе позволил относиться со своим искупленным телом так произвольно, как ты себя ведешь? Кто тебе позволил? Это не твое тело, это тело, это храм Духа Святого. Вы искуплены, вы не свои. Не разрушайте свой храм. Ведите здоровый образ жизни. Вы знаете, когда только движение нашего братства началось, пробуждение 60 лет тому назад, было принято нашими отцами, служителями, уже ушедшим поколением, служителей, которых в живых нет, Суркан, Руденко и другие, в Молдавии было такое решение принято. о том, что у верующих вина в доме быть не должно. Употреблять вино можно только на вечерю Господне. Написано, сие творите только в мое воспоминание. Значит, а вы знаете, у молдаван всегда бочка вина, там и не одна бочка вина, такого хорошего. Просто стакан вина, это нормально, как в итальянском ресторане. На завтрак, обед и ужин. Это нормально в Молдавии, да, для аппетита. Так вот, было принято решение только в мое воспоминание, только на вечерю Господне. Покаялся, делай дырку в бочке с вином и вино все спускай в огород. Все, опустошайте все бочки с вином. Никакого вина, никакого разрушения храма быть не должно. Вы знаете, это было очень хорошее решение. Сегодня в регистрированных церквах, это можно, в Молдавии, стаканчик вина перед завтраком, обедом, ужином. А у нас нельзя. Не разрушайте храм. Никто вам не позволил разрушать свой храм. Тела ваши, это храм Духа Святого. На телах татуировки делать? Господь запрещает. Сегодня есть такое движение, как тату для Христа, какие-то тексты Писания, Бог тебя любит, отче наш на спине татуировочку сделает для благовестия, для евангелизации. Писание говорит, не делай начертания на теле твоем, не делай, это запрещено. Это храм Духа Святого. Кто тебе позволил с чужой собственностью так позволить? Твое тело, это не твое. Это собственность Иисуса Христа. Он за твое тело заплатил цену. Все. Друзья, это фундаментальная библейская истина, которая коренным образом меняет наши отношения к нашим телам. Вторая, друзья, очень практическая истина записана 1 Коринфянам, 7 глава, 23 стих. 1 Коринфянам, 7,23. Вы куплены дорогой ценою, не делайтесь рабами человеков. Друзья, опять тема искупления. Вы куплены дорогой ценою, не делайтесь рабами человеков. Друзья, есть разные формы рабства. Вот сейчас в 21 веке тоже есть формы рабства разные. Например, регистрация церкви. Когда церковь становится рабом государства. Сегодня хорошие законы, церковь зарегистрировалась, одна ночь законы поменялись, и вы уже все в клетке, вы уже все под колпаком. И эта петля потом начинает с каждой днем затягиваться. Почему наше братство вышло 60 лет тому назад на путь независимого служения, чтобы нам не быть в этом рабстве, регистрации церкви. Чтобы быть свободными, чтобы открыть двери для молодежи и детей в собрании, чтобы решать все членские собрания на съездах, повестку дня, не согласовывать с атеистами, с безбожниками, с представителями власти. Чтобы быть нам свободной, независимой церкви. Не делайтесь рабами человеков. Все, за вас заплачено. Вы свободны. Мы общество свободных людей. Мы живем в свободе. Иисус сделал нас свободными. Не подвергайтесь игу рабства. Или присяга. Почему мы не служим в полиции? Почему мы полицейских в церковь не принимаем? Почему нашей молодежи нельзя служить в полиции? Объясняю почему. Потому что надо каждому полицейскому или военному человеку принимать присягу. Что такое присяга? Присяга – это когда ты свой мозг должен отключить. Приказ начальника – закон для подчиненного. Это рабство. У тебя нет доброй совести. Ты не можешь по совести это приму приказ, а этот отвергну. Ты должен выполнить. Тебе сказали быть снайпером, бомбу сбросить, там координаты туда и все. Ты должен выполнить приказ начальника, а потом можешь обжаловать его. А ты в завете с Богом, а ты присягнул главнокомандующему на небесах, Господу Богу, добрую совесть. Ты ему дал обет служить Богу. И как ты, имея добрую совесть, находясь в завете с Богом, можешь быть в таком положении, чтобы принимать в присягу и выполнять бездумные приказы каких-то безбожных генералов. А потом они скажут, мы в Афганской войне ошиблись, мы во Вьетнамской войне ошиблись. Извините, после этих ошибок 10 тысяч коллег без рук и ног на инвалидных колясках. После этих войн ваших ошибочных матери не получили сыновей своих или в цинковых гровах получили. Это ваши ошибки. А мы не имеем права ошибаться в этих вопросах. Мы не имеем права работать на тех работах, где надо быть рабом человека. Рабство, присяга это рабство. Это несовместимо с обетом доброй совести. Поэтому в наших церквах, нашего братства не принимаем в члены церкви тех, кто работает на тех работах, где требуется присяга. Не принимаем. Ян Гус, 600 лет тому назад, реформатор, он жил в Чехии, его бросили в костер, когда ему было 46 лет, он тогда уже сказал о том, что кто хочет, к нему приходили в Вифлеемскую часовню, рыцари, и хотели быть членами церкви. Он говорил, прежде чем вы станете членами Вифлеемской часовни, вы должны уйти с государственной работы рыцарей, отдать светский меч и перейти на гражданскую службу. Рыцарей в члены церкви не принимаем. Не принимаем. Уходитесь на гражданскую службу. Почему? Потому что Бог отделил меч светский и меч духовный. Все воины Иисуса Христа должны воевать только духовным мечом. Светский меч для государства, для кесаря не напрасно носит меч. И как кесарь не имеет права пользоваться духовным мечом, так и церковь не имеет права пользоваться светским мечом. И он это очень четко разделил. Положи меч, ножны твои. Это не наше... Слушайте, в каждом государстве должен быть палач. Вы знаете, что в каждом государстве есть человек, который приводит в исполнение смертная казнь по решению Верховного суда. Какого-нибудь маньяка или разбойника или террориста приговорили к высшей мере наказания. Но кто-то должен этот приговор привести в исполнение. Есть официальная ставка с записью в трудовой книжке палач. Ни одно государство без палача не существует. В любом государстве и в Америке, и в России есть такая профессия под названием палач. У меня вопрос, а почему искупленные дети Божьи должны быть палачами? Без снайперов, без десантников, без каких-то спецназов ни одно государство не существует. Но почему искупленные дети Божьи должны там в этих органах работать? Искупленные это сосуды для высокого употребления. Искупленные это те, кого Господь искупил, приблизил к алтарям. Это праведники, это соль земли, это свет для мира. И Бесание говорит, не делайтесь рабами человека. Вы не вправе работать на тех работах, где надо присягать человеку на бездумное исполнение его приказов. Поэтому в нашем братстве у нас есть позиция, духовное наследие братства, что мы не принимаем в члены церкви людей, которые хотят работать, быть связаны с этими органами, с этими и так далее. Меняйте образ жизни, меняйте профессию. Знаете, прежде чем быть учеником Христа, Матфею надо было поменять профессию, он был сборщиком под этим, был мытарем. Все, мытарство твое заканчивается, профессию надо менять, если ты хочешь следовать за Христом. Следование за Христом предполагает смену профессии. Никакие воины, никакие снайперы, никакие десантники, никакие полицейские в церкви нам не нужны. Меняй профессию, меняй профессию, уходи с этой службы. Хорошие полицейские нужны, хорошие военные нужны, генералы, начальники тюрем, это все хорошо, но это не место для искупленных, потому что искупленные, они искупленные для высокого употребления, а не для низкого употребления. И для этих дел есть люди не искупленные, которые пусть будут хорошими полицейскими в вашем городе, в вашем штате, будут хорошими воинами, защитниками Отечества, но это люди для низкого употребления, ни с числа искупленных. Друзья, это библейская доктрина. Дальше. Какая еще форма рабства? Поручительства. Писание говорит, что тот, кто ручается за ближнего своего, тот становится рабом банковской системы. Не ручайся за своего ближнего никогда, никогда. Да и не будь поручителем в банковской системе за обязательства твоего ближнего, потому что ты доведешь себя до такого состояния, что постель твою заберут из-под тебя. Поручительство – это удел глупых людей. Это глупость по определению книги-притч. Это тоже форма рабства. Это когда ты теряешь свободу во Христе. У меня есть один друг, он живет в Израиле. Я говорю, слушай, ты на такой хорошей работе работаешь, а что ты все в съемных квартирах живешь? До сих пор ты за 20 лет семейной жизни себе за свое жилье не заработал? Говорит, Вениамин, я в начале моего христианского пути сделал одну большую глупость. Ко мне подошла одна молодая семья и говорит, мы хотим взять ипотеку на приобретение дома в Израиле, но нам нужен поручитель. И вот не сможешь ли ты поручиться, чтобы нам выдали кредит на приобретение дома? Ну, я подумал, христианская семья, члены церкви, почему бы не быть поручителем? Стал поручителем. Через 5 лет они развелись. А я, говорит, 20 лет продолжаю выплачивать их долги перед банком. 20 лет продолжаю выплачивать. Я поручитель. У меня, говорит, своих уже пятеро детей, а я ничего сделать не могу. Я говорю, ну, слушай, ну ты же знаешь, что в Писании написано? Кто ручается за ближнего, тот глуп. Ты зачем подписывался? Ну, это же верующие люди. Братья и сестры, Писание говорит, вы куплены дорогой ценой, не делайте с рабами человека. Вы ведите себя, как люди искупленные, как люди свободные. Есть такой хороший брат, служитель Германюк Степан Григорьевич. И он мне рассказал одну историю такую, он 12 лет в тюрьме сидел за Слово Божие. И он говорит, в нашем лагере был один верующий, христианин, отбывал срок заключения. Подошел к койке к заключенному, а там на койке лежала книжка. Он просто, а знаете, по законам тюрьмы чужие вещи брать нельзя, вообще нельзя. Не прикасайся к чужим вещам. А он не знал этих правил. Он подошел, книжку открыл, посмотрел, полистал название, все, положил на место. Подходит хозяин и говорит, ты, говорит, брал мою книгу? Брал. Там было 100 рублей, положи их туда на место. Говорит, что вы, я никогда, я денег не брал, там никаких денег не было. Нет, там было 100 рублей. Если до вечера не отдашь, завтра будешь 200 нужен. Положишь 200. Счетчик включаю. За каждый день по 100 рублей это будет больше. А в 100 рублей это была месячная зарплата. И он, приходит неделя, он ему говорит, хозяин, значит, ты мне не выплатил? Ты уже 500 должен мне, да? Так вот, с сегодняшнего дня ты будешь моим рабом. Ты будешь мне носки стирать, постель заправлять и пищу из столовой приносить. Все, с сегодняшнего дня ты мой раб. И он приходит к Степану Григорьевичу и говорит, Степану Григорьевичу, что мне делать? А он говорит, а ты ему побудь в посте, в молитве, а потом скажи ему твердо с верою. Мы куплены дорогою ценой. Написано, не делайте с рабами человека. Я твоим рабом никогда не буду. Постель твою застилать не буду. Носки тебе стирать не буду. Из столовой пищу привозить никогда не буду. Если будешь больной, могу помочь. Но ты здоровый мужик, рабом твоим быть не буду никогда. И то, что ты от меня требуешь, я тебе возвращать тоже не буду, потому что я христианин, и у тебя твое не брал. Все, умру, но не уступлю. Так написано. Но он говорит, ну ладно, мужик, извини, до свидания. Все. А это была проверка, да? Проверка. То есть в этом мире очень есть много разных форм рабства. Когда люди одних делают рабами других, да? И Писание говорит в себе, введите в этом мире себя осмотрительно, как искупленные. Не делайте с рабами человеков. Третья, друзья, мысль, которая проистекает из темы искупления, записана, тех записан в послании к римлянам, 6 глава, с 12 по 14 стих. Римлянам, 6, 12. Кто пришел с Библии, давайте вместе читать. Римлянам, 6, 12, с 12 по 14 стих. Потом с 16 по 19 будем читать в этой же 6 главе. Итак, с 12 по 14 читаю. «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, прежде быв рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Как предавали вы, члены ваши, в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Братья и сестры, наши искупленные тела – это орудие праведности. Наши искупленные тела, друзья, это не просто греховное тело, которое Царство Божие не наследует. Это орудие праведности. Это руки Иисуса Христа, это ноги Иисуса Христа, это уши Иисуса Христа и глаза. Все, что мне принадлежит, это все орудие праведности. Это все принадлежит Иисусу Христу. Поэтому, я помню, был в Мексике в одном доме молитвы, и там у них на стене такой текст Писания. Для исполнения великого поручения Библии «Идите до края земли» Бог нам дал ноги, чтобы идти, колени, чтобы молиться, руки, чтобы делать добро и язык, чтобы славить Бога. Друзья, нам Бог дал орудия праведности. Наши тела – это орудия праведности. Они предназначены для святых дел. Поэтому Писание осуждает начертания на теле, татуировки. Искупленные тела не должны участвовать в делах тьмы. Искупленные тела не должны сидеть в сообществе развратителей. Искупленные тела не должны бегать за блудом, за похотью, за женщиной, быть похотливыми людьми. Искупленные тела не должны быть в таких сообществах, где люди заряжаются духом мира сего. Ко мне подходит молодой человек и говорит, папа, ну, мой сын мой, говорит, папа, а можно я пойду на футбольный матч? А у нас есть стадион в Лужнике, 40 тысяч там футбольных, ну, болельщиков, ну, а самый большой стадион футбольный в России, в Москве. Говорит, можно я пойду на футбольный матч? Я говорю, сынок, каким духом ты там зарядишься на футбольном матче? Вот там же исполняются духом. Каким духом? Таким духом болельщики исполняются на футбольных матчах, когда конная полиция в Англии не может справиться с этой необузданной толпой. Это место исполнения духом. Это не просто матч, это не просто футбольное поле. Вот ты, человек, искупленный Богом, что ты там будешь делать? Зачем ты там должен быть? Я не против, если ты попинаешь мяч во дворе, не против, если там в колледже поиграешь в футбол. Но ты, как искупленный человек, что ты там делаешь? Что ты делаешь там, где корпоративные вечеринки, где кальян курят, и ты среди них сидишь? Что ты там, как искупленный человек, делаешь? Это дух святой тебя туда привел. Это что, твое тело орудие праведности, когда ты сидишь среди, написано, блажен муж, который не сидит среди, не ходит, как там написано, не ходит на свет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Написано, ныне, как и всегда, да возвеличится Христос в теле нашем. А почему не в духе? Друзья, а почему в теле? В духе, в душе. А тут говорится, что в телах наших, оказывается, мы своим телом, именно в телах наших, вот наши тела, друзья, должны возвеличивать Иисуса Христа. Помните, в свое время Петру было сказано такое слово о том, что он дал ему уразуметь, какую смертью умрет Бога, ну, какую смертью прославит Бога. Друзья, все мы умрем, но не каждому дано будет такая счастливая участь, чтобы своей смертью Бога прославить. Христос ему говорил о мученической смерти, он был распят, и когда его распинали, он попросил, чтобы его распяли вниз головою. Друзья, возвеличил Петр Иисуса Христа в теле своем, когда он показал всего миру, что он готов умереть за своего возлюбленного Господа, свидетелем воскресения, которого он был. Друзья, четвертая практическая истина, которая проистекает из темы искупления, записана в первом послании фессалоникийцам, четвертая глава со второго по пятый стих. Первое послание фессалоникийцам, четвертая глава со второго по пятый стихи. Вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, ибо воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. То есть, это практическое освящение искупленных тел наших. То есть, наше тело не для блуда. Наши искупленные тела не должны бегать за блудом, за блудными женщинами, девушками и так далее. Не для блуда. Тела наши – это орудия праведности. И Писание говорит, умершвляйте в себе вот эти все похоти, восстающие на душу вашу. Умершвляйте. Ваше тело не для… Вы знаете, сегодня как будто без блуда вселился в наше общество. Мы живем в городах-блудилищах. Без блуда, бесы блуда приносят самую большую прибыль для преисподней. Все этим дышит. Любой голливудский фильм, любой роман, любая реклама содержит какие-то непристойные вещи. Сегодня на одной кнопке телефона вся порнография. И сегодня этим духом блуда пропитана вся вот эта культура наша, садомская культура. Этот садом в каждый дом на блюдечке преподносится. Через эти развращенные различные программы, разврат буквально. Христос сказал, спасайтесь от рода сего развращенного. Ваши тела не для блуда. Вы искуплены. И в первое постановление Коринфянам 6 глава продолжается эта мысль. 1 Коринфянам 6, 15. Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одноплоть. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, который делает человек вне тела его. А блудник грешит против собственного тела. Друзья, вакцина против духа блуда – это кровь Иисуса Христа. Если мы будем размышлять, какой ценой наши тела, дух и душа достались Богу, какой ценой мы достались Ему, вот мы будем в себе всегда побеждать вот эти мысли блудные, похоти блудные, побуждения блудные. Вакцина против духа разврата, который царит в этом обществе, дышит все общество – это кровь Иисуса Христа. Один молодой человек спрашивает меня, Вениамин Михайлович, как мне победить плохие мысли, которые лезут в голову? Я закрываю глаза и вижу порнографию. Я закрываю глаза и вижу какие-то вещи из прошлой жизни до покаяния. Я говорю, ты знаешь, когда какая-то блудная мысль, греховная, развращенная мысль вторгается в твое сознание, в твой разум, ты сразу должен представить себе крест Голгофу, страдающего Христа и сосредоточься мыслью на Голгофском кресте и скажи с верою в молитве «Во имя крови Иисуса Христа уйди, сатана, от меня, и он от тебя убежит». Это вакцина, которая убивает любой вирус блуда, которая поступает в нашу любую навязчивую мысль, которую сегодня навязывают массовые средства информации, рекламные агентства, гламурные издания и тому подобное. Тело наше не для блуда. И если кто занимается этими грехами или впадает в блуд, мы отлучаем от церкви, знаете, в чем причина? Причина в одном – неоцененная жертва Иисуса Христа. Если бы каждый искупленный оценил Голгофскую жертву, у нас бы не было отпадений, у нас бы не было отлучений, у нас не было бы людей, которые бегают за блудом или за грехом или испытывают в аморальных вещах нецеломудренных удовольствия, ловят кайф и удовольствие плотское какое-то. В любом грехе есть какое-то маленькое удовольствие, какая-то сладость, за которую потом надо своей душой рассчитываться на протяжении вечности и оскверненной совестью. Друзья, любые грехи, которые происходят в среде христиан, это результат неоцененной жертвы Иисуса Христа. Если бы Голгофская жертва была по-настоящему оценена, у нас бы никто бы никогда не отпадал бы от веры, и у нас бы не было бы вообще отлучений, у нас бы не было бы вообще вот этого всего, что часто имеет место. Это неоцененный Христос. Один молодой человек, которого мы отлучили, он говорит, ну, я вот боролся с грехом и не смог, и грех мне победил. Я не верю, что боролся с грехом. Знаешь почему? Потому что у тебя руки целы и ноги целы. Писание говорит, если рука твоя соблазняет тебя, то что надо с ней сделать с рукой, которая соблазняет? Отсеки ее. Лучше тебе с одной рукой вводи в Царство Божие, чем с двумя руками ввержена в гену огненной. Когда твоя рука делает непотребную вещь, отсеки ее. Если глаз твой соблазняет тебя, вот ты не можешь без порнографии, да? А Писание говорит, что надо сделать, если глаза тебя соблазняют? Выколи себе глаза, лучше слепым войти в Царство Божие, чем с двумя глазами, смотрящие порнографию, войти в преисподнюю. Если бы ты по-настоящему боролся бы с грехом, ты бы себе руку отсек и глаз выколол. Но ты же с глазами, ногами ходишь, значит, ты не борешься с грехом. Я не верю тебе, что ты борешься с грехом. Ты бегаешь за грехом. Тебе приятен грех, тебе неприятные последствия греха, но сам грех тебе приносит удовольствие. И ты делаешь вид, что ты борешься с грехом. На самом деле ты бегаешь за грехом. Ты раб греха, ты не свободный, ты не оценил голгофскую жертву. Братья и сестры, это очень серьезная тема. Какие последствия для тех людей, которые грешат против своих тел? Последствия самые-самые катастрофические. Они лишаются права на наследство вечной жизни. Доктрина о невозможности потерять спасение, она тут не работает. Писание говорит следующее. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Первое к Коринфянам, 6-9. «Или не знаете, что неправедные царства Божьи не наследуют? Не обманывайтесь. Ни блудники, ни долслужители, ни прелюбодеи, ни мужеложники, ни ворыли, ни лиханимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божье не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа». Братья и сестры, а в чем самообман? Там написано «не обманывайтесь». А самообман в том, что люди думали так, что дух не грешит, а тело смертное грешит и последствий не будет. И грехи против тела на судьбу нашего спасения влияние иметь не может. Вот такой был самообман. У современников апостола Павла. И он говорит «не обманывайтесь. Все, что ваши искупленные тела делают против праведности, против крови Иисуса Христа, вы несете за это последствия. И вы лишаете себя наследства в Царстве Иисуса Христа». Что такое лишаете наследства? Это вообще потеря спасения, друзья. Дальше. Послание к Галатам, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть. Тут список из 18 грехов. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют». Друзья, это катастрофа. Ну куда более радикальнее, да? Какие последствия еще могут быть более радикальными для нас? То есть, это к нам слово, к искупленным. Это не для людей мира сего написанного, который внешний, который не познал Христа. Итак, братья и сестры, я еще раз хотел бы в конце подытожить то, о чем мы сегодня беседовали. «Все грехи верующих, которые имеют скверну Духа и плоти, все грехи служителей против Церкви, все отступления от Христа и Евангелия, любое осквернение и все пороки в жизни верующих в результате того, что недооценен Иисус Христос Искупитель. Голговская шертва недооценена нами». Вот если бы мы понимали, какой ценой мы Богу достались, мы бы жили бы по-другому. Мы бы жили бы победной жизнью, и наши бы тела, они были бы храмом Духа Святого, и мы бы не бегали за блудом, и мы бы жили бы не оскверненной жизнью, и мы бы старались жить в соответствии с заповедями Господними. Позвольте вам прочитать один стих, мне он очень понравился. Я был в Сибири в одном молодежном лагере зимнем, это был январь месяц, и я там услышал этот стих и говорю, «Подарите мне его, пожалуйста», и мне он очень нравится. Я еще не успел его выучить наизусть, но я просто вам постараюсь его прочитать выразительно, я думаю, он вам тоже понравится, как раз на эту тему. «Тот, кто полон святого смирения, идеал красоты, чистоты, для тебя не имеет значения, как, мой друг, оценил его ты. Перед крестным голговским страданием лишь за тридцать монет серебра предает Иисусу лобзанием друг Иуда, а Петр у костра. Оценили такую ценою, и пророчество сбылось тогда, если бы со своею виною они пали к подножью креста. Для меня ты алмаз драгоценный, не ценей тебя на земле, ты же мчужина, дар мой бесценный, мое сердце вручаю тебе. Сколько стоит Христос в моей жизни? Пусть в душе не смолкает вопрос, путь держу я к небесной отчизне, ты веди меня, сам мой Христос. Итак, дорогие друзья, пусть этот вопрос останется для каждого из нас. Как ты оценил Искупителя в своей жизни? Насколько мы понимаем, что мы куплены, искуплены, и мы не свои? Насколько мы своей жизнью возвеличиваем в телах наших Иисуса Христа? Аминь. Аминь. Помолимся Господу. Иисус Христа. Субтитры подогнал «Симон»